Добрый день, спасибо за предоставленное слово. Я являюсь начальником участка решения организации «Рассветка» в Лучшевский район. С 2019 года мы используем беспилотные летательные аппараты компании DJI. Успешно используем, я этим опытом хотел бы сегодня с вами поделиться. Для начала расскажу предысторию, вследствие чего мы пришли. Тема использования биологических средств защиты рассматривалась давно. С 2016 года я работаю в хозяйстве и на протяжении 2017-2018 годов мы эту тему постоянно обсуждали. Но вот в 2018 году, наверное, как и многие фермерские хозяйства, мы столкнулись с таким, скажем так, с массированной атакой вредителей. В частности на кукурузе мы 1200 гектаров на сегодняшний день у нас орошаемой кукурузы в рамках участка орошения. И вот на всей площади мы просто столкнулись с глобальной проблемой нашествием в луговом отельках, в хоркой совке и в грудном отельках. Поделюсь впечатлениями, находясь среди посевов в ходе обхода полей, был слышен хруст поедания листьев. Это просто такие непередаваемые ощущения. В каждом, без исключения початки, находилось от трех до восьми особей, уже вылупившие гусениц, на стеблях и даже на корнях. Было очевидно, что ситуацию как-то нужно было спасать и в конце июля, в фазе метелки, мы вышли на пилотов самолета Ам-2, приняли решение провести химическую обработку. Но, к сожалению, по результатам года было видно, мы проводили собственный мониторинг, было выявлено, что не менее 20% урожая мы потеряли в следствии. Не говоря уже о том, что была спровоцирована фазерозная болезнь на полях, и мы сильно потеряли в качестве зерна. Это было в очередной, ну, признаки были налицо. При планировании работ на 2019 год, значит, мы более активно взялись за вопрос решения проблемы. И, значит, вышли на организацию с личным названием «Флэнсиак», и они нам помогли в 2019 году, сделав одну обработку во время первой волны миграции вредителя участка 100 гектаров, и во время второй волны на все остальные площади. Но мы еще параллельно попросили ребят, они вышли на нас, попробовать еще и беспилотники самолетного типа. Ну, анализ показал, по результатам работ было очевидно, что беспилотники, дроны, они имеют просто колоссальное превосходство. Здесь, наверное, одним преимуществом беспилотников самолетного типа можно назвать только цену за услуги. Там для справки 150 рублей мы заплатили за гектар ребятам на самолете, и 1000 рублей за гектар мы заплатили компанией «Флэнсиак». С поставками, значит, рихограммы, с поставками рихограммы нам помогла Валкадар Нина Ивановна, руководитель межрайонного отдела Росельгосцентра по Матвеево-Афруканскому и Гурушевскому районам. Таким образом, мы, собственно говоря, защитились в 19-м году, нам пришлось также применить авиацию «Ан-2», то есть применить комбинированную схему биологическую и химическую защиты. Опыт по двойному расселению трехограммы результатов в 2019-м году никаких не дал. Разницы урожайности не было. Хотя в 2020-м году нам все равно пришлось провести на всей площади 1200 гектар двойную обработку в связи с тем, что количество особей в ловушках и яиц на листьях лукурузы были устрашающими. И мы приняли решение подстраховаться. И в том числе сделали химическую обработку в 2020-м году. Теперь к тому, в той теме, как мы, собственно говоря, перешли на использование собственного применения, уже без привлечения, скажем так, сторонних организаций. Руководство по нашей инициативе поддержало, и мы с командой сделали следующее. Приобрели два беспилотника, DJI Madras 210, дополнительно аккумуляторные батареи, зарядное устройство и ноутбук для беспилотной работы. Изготовили оборудование с механизмом разбрасывания емкостью для загрузки смеси манной крупы и грифограммы, электроматурги, ведущие вращение шестерни и разбрасывание, и необходимая электроника для синхронизации. Обучили двух пилотов с получением соответствующих удостоверений. На все было потрачено 1 миллион 950 тысяч рублей. Коротко так скажу, он сам беспилотник. Внизу бункер с двигателем, вверху находится GPS датчик, ну и в передней части контроля. Такого сложного ничего. Ну, собственно говоря, беспилотник так устроен, система так устроена, что ему задается маршрут, высыпается трехограмма только в движении, рассчитывается норма. За один полет беспилотник может обработать с уроки гектара. То есть мы достаточно оперативно решаем проблему. Но купили два, потому что процесс не должен останавливаться, всегда должен быть резерв. В 2020 году мы провели испытания, настроили оборудование и за сезон провели две обработки. Ну и, как я говорил, также применили Ан-2. В 2021 году мы сделали однократное расселение трехограммой и по второй волне миграции, уже по гусенице, мы, благодаря усилиям Нины Ивановны Волгодав, которая приняла самое активное участие в закупке и внедрении в нашем хозяйстве биологической системы защиты, мы впервые применили этому фагу под названием ГАПРАПРАКОН. ГАПРАПРАКОН мы расселили вручную, потому что уже были живые особи и никакого труда на полях решения это не составило, рассыпать из банки, выпустить их просто и запустить в работу. Эффективность была достигнута, поражений практически не было, авиат нам привлекать не пришлось. То есть экономика была, скажем так, выбор мы получили. Но здесь я хотел еще на фотографиях показать, что мы беспроводники применяем не только для обработки, но и также для мониторинга. Здесь видно, что, допустим, на волях хорошения есть какие-то проблемы, и мы их можем оперативно решать. Вот такие участки зоны. Ну, на местах уже можно определить, то ли это участки, которые плохо поливаются, либо это участки связаны с какими-то почвенными особенностями. В частности, здесь у нас хрящи, так называемый, выход на поверхность пород каменистых, и из-за этого вот такие образуются у нас зоны. Ну, и также можно наблюдать, все ли в порядке по зонам. Поделюсь опытом еще применения беспилотников при уборочной, скажем так, подготовке полей. После окончания полива система сворачивается и вывозится с поля, и можно с помощью того же беспилотника проверить, все ли убрано, и дать комбайн взойти и работать, не повредив дорогостоящей системе. Вот еще одна проблема, это, значит, после стихии... Вот эта картина у нас образовалась после стихии сильного ветра и массового полигания. Нам позволяет точно так же исследовать поля и определять участки, которые просто бессмысленно поливать, тратить туда озабление, воду, ну и, соответственно, просто зонально отключать какие-то участки из полива. Здесь вот зона, поваленная кабанами, то же самое. Мы можем определить и понимать, что уже там, ну, как бы, собственно... Ну, и в последующем мы на раннем этапе проявляли такие участки, уже знаем, где кабаны заходят, и применяем эти... Сейчас скажу. Отпугиватели птиц, газовые пугиватели, ну, помогают. В какой-то степени они эффективны. Интересно. Ну, здесь я, вот, отразил, собственно говоря, сравнение. Вот, в 2019 году мы затратили средства, отразил только те позиции, которые влияют на обоснованность экономического приобретении беспилотных аппаратов. Вот, видно, что окупаемость составляет один год. О-о-о-о, о-о-о, хорошо. Ничего себе. Вы же, как обратно относили руками, не историки. Ну, я указал, что это способ перехода от химической, биологической, как бы, защите от вредителей. Поэтому, ну, поэтому решила отразить. Мы рассматривали возможность снесения добропракона личинок. Вот, ну, решение у нас пока не нашлось. Может быть, оно где-то есть. Ну, во всяком случае, мы посчитали, что вот такой путь, он достаточно простой и эффективный. Виктор Алексеевич, правильно ли я понял, что беспилотники у вас окупились за один сезон? Да, все верно. С уверенностью могу это говорить. Можно, пожалуйста? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ну, допустим, в 2019-м нарушение, поражение было очень сильным объявлением, согласно полностью кукурузу нарушение. В 2020-м поражение было минимальным, отсутствие любой обработки на кукурузе не позволило растислить урожайцев. В 2021-м прошлый год многие хозяйства не работали вообще ничем. По совкам, по плотковой, по мотыльку, свяжение в среднем составило небольшое, 1-3 цента раз дектара. Вы три раза сказали экономическая эффективность. Если вы внедряли и тот, и тот, и другой способ, вы скажите, пожалуйста, в рублях оценивается святая экономическая эффективность. Сколько рублей с гектара дала прибыль при обработке авиации в 2019-м году, и сколько параллельно дала биологическая система с авиацией? Разница в прибыли? Она должна быть отличаться. Ну, отвечу вам на вопрос так. Грубли я не вижу смысла переводить, потому что цена может... Прибыль, так сказать, прибыль, прибыль переводится от цены и от урожайности. Цена может быть разная в разных годах. Поэтому здесь, как вы говорите, давайте я просто... Я вам приведу... Продолжение следует... Да, я вам вот в урожайности просто приведу пример, что мы из, скажем так, потенциальных 160-170 центов из гектаров в 2018-м году мы получили 120 центов. В 2019-м году 141 центов из гектаров. В 2020-м году 150. В 2021-м году 150 с небольшим. То есть, близко к тем цифрам, которые, в принципе, мы предполагали при планировании системы отширенного внедрения. В общем, хороший вопрос. Ваши вопрос. Авиация и биотехнология с другом. Тогда, раз, если не в деньгах, сколько тогда в центрах сэкономлено было, когда получилось при авиации, и при биологической системе. Разно, что вы должны увидеть, что применять так же в этом системе. Ан-2 или беспилотник? Что у вас сравнение есть? Не могу дать вам точно ответ, потому что Ан-2 мы применили в комбинации. В 2021-м году, который сказали, в принципе, Ан-2 не наш Бог. Но мы его и не смогли найти. Мы не смогли найти Ан-2. То есть, мы заявку давали, чтобы подстраховаться. Мы еще не знали, как бы складываться ситуация. Мы его не смогли просто... То есть, сравнительного опыта, Сергей Игоревич, нет. Да, именно. Сопоставим. Спасибо, Виктор Алексеевич. Очень интересный опыт. Будем наблюдать. И с новостями. Спасибо. Продолжение следует...